13.06 на часах, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлива. И мой сегодняшний гость – секретарь общественной палаты Кировской области, вице-президент авиатской торгово-промышленной палаты Кировской области Андрей Усенко. Андрей Ленин, здравствуйте. Добрый день. Для наших радиослушателей нас можно слушать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из студии на сайте echakirova.ru, номер для смс 8909 720 101.0. Вопросы также можно задавать через форму анонсов на нашем сайте echakirova.ru. И перейдем к вопросам. Андрей Леонидович, первый вопрос по формированию нового созыва общественной палаты. Как продвигается? 22 августа должны были завершиться приемы заявок от общественных объединений. Как идет работа? На данный момент сформирована уже первая половина палаты, которая состоит из представителей губернатора Кировской области и законодательного собрания по 12 человек. То есть это те люди, которых мы уже можем считать членами общественной палаты Кировской области 3-го созыва. Действительно, на прошлой неделе, в пятницу, завершился прием заявлений от кандидатов в так называемую общественную половину, которая будет состоять из 24 человек. На данный момент в лонг-листе 45 человек. Человеческих достаточно. Да, но не могу сказать, что это завершающая цифра, потому что формально по нашему регламенту допускается подача документов почтой. Соответственно, они должны быть отправлены до 22-го числа, могут подойти еще. То есть я думаю, что таковые будут, насколько мне известно. Ну, можем говорить, что от 45 до 50 кандидатов во второй, в третий созыв общественной палаты. Ну, то есть конкурс два человека на место. А если не секрет, какие фамилии уже, возможно, можете приоткрыть? Старые, новые лица? Вы имеете в виду вот во вторую половину... Ну, кто-то, да, из нынешнего созыва в старые просится. Да, но не так много. На самом деле, должен вам сказать, что большинство фамилий и кандидатов новые. Я, честно говоря, даже некоторых не знаю. Ну, собственно говоря, это нормально, невозможно знать всех. Большинство фамилий новые. Есть несколько человек, которые повторно собираются. Кто-то и трипперов в состав общественной палаты. Но я оцениваю это как такую хорошую положительную тенденцию. Потому что я знаю нескольких человек, которые не стали подавать заявление в третий созыв, отработав во втором и в первом. Потому что считают, что, ну, я тут с ними соглашусь, что общественная палата это институт, который нуждается в ротации. Потому что, с одной стороны, общественная палата это вообще очень хорошая школа. Я совершенно точно, искренне могу вам сказать. Хорошая школа общественной работы, общественной деятельности. Которая, как всякая любая школа, скажем так, позволяет понять все-таки суть и почувствовать и проникнуться вот той работой, которой надо заниматься. что не всегда известно тем, кто считает себя общественным активистом. Не у всех есть представление о том, как действительно общественная деятельность устроена. И я, собственно говоря, рад, что много новых фамилий. Мне кажется правильным, что эти люди пройдут через вот эту школу общественной палаты, поймут определенные вещи, вырастут в каком-то там профессиональном смысле общественном. И привнесут в работу общественной палаты новые направления, новые силы, новую энергию. А из старичков кого увидим? Тех, кто был в первом, возможно, во втором созыве, собрался на третий? Кто в другую сторону принял? Ну, смотрите, то есть, если говорить о списках губернатора и списках ОЗС, то у Никиты Юрьевича в списке большинство тех, кто был в предыдущем созыве. И мне кажется, губернатор в этом смысле оказался в более, с одной стороны, сложном, с другой стороны, выигрышном положении, потому что в предыдущем созыве было 25 кандидатов от губернатора, а в этом 12, то есть такой у него список сократился, да, и пришлось ограничить количество выдвигаемых кандидатур, соответственно, что называется, повысилось качество, потому что мне кажется, что, ну, я вот со своей точки зрения оцениваю, что качество губернаторского списка очень высоко, именно с точки зрения тех целей и задач, которые должна решать общественная палата. А депутатского? Вот по депутатскому списку у меня, конечно, больше вопросов, потому что у меня сложилось впечатление, что наши депутаты, заполучив себе вот это право, год назад внеся изменения в законодательство и получив право выдвигать 12 кандидатов в состав общественной палаты, не очень понимали, зачем им это надо, и, собственно говоря, что такое общественная палата и кого туда надо направлять, поэтому мне кажется, что вот качество четверти законодательного собрания вызывает определенные, по крайней мере, у меня вопросы, я надеюсь, что люди, которые туда пришли по этому списку, быстро, собственно говоря, поймут суть работы общественной палаты, суть деятельности и сориентируются. Но это нормально, потому что, мне кажется, депутаты здесь оказались ровно в том же положении, в котором, например, 6 лет назад пребывали общественники и губернаторы, когда выдвигали своих кандидатов, потому что общественная палата – это институт новый, институт еще такой не сложившихся стереотипов и не до конца всеми понимаемый, и поэтому, ну вот, депутаты так себе ставили. — А депутаты вообще как-то обращались к вам? Ну, то есть для них это первый опыт, может быть, какие-то консультации? Вот видели, спрашивали, кого нам брать? — Да, у нас были консультации с депутатским корпусом, с отдельными депутатами, с фракциями мы советовались, обсуждали, я свое мнение высказывал. Это мнение касалось и принципов подбора тех кандидатур, которые выбирает собрание, и, собственно говоря, конкретных кандидатур. То есть я свое мнение по тем людям, с которыми знал, с которыми работаю еще во втором созыве, я высказывал. В части кандидатуры это мнение мое, как мне видится, было учтено. — А кого вы рекомендовали? — Ну, в частности, я рекомендовал Хайрулинах, Атаму Дорисовича. Мне кажется, что он достаточно активно и захватывает ту сферу общества, которая в общественной палате представлена недостаточно. Тамару Яковлевну Ашихмину тоже я рекомендовал обратить на нее внимание, потому что она достаточно активна в общественной деятельности и имеет свою точку зрения и позицию по специализированным вопросам, но вместе с тем ее опыт и житейская мудрость позволяют и в других вопросах достаточно такое содержательное мнение высказывать. — Ну, то есть консультации шли. А как вы тогда оцениваете то шоу, которое устроено на пленарном заседании, с голосованием? Слушателям напомню, «Единая Россия» представила перед пленарным заседанием некий список, в который включены были ряд фамилий, и предложили, собственно, проголосовать по этому списку, так как фамилий много, и все равно кого-то надо выбирать. Ну, понятно, что фамилий действительно было много, а выбрать нужно было меньше людей, но так как это было обставлено... — Ну, еще раз повторюсь, мне кажется, понимание четкого депутатского корпуса относительно того, какие люди должны попасть в общественную палату, для чего, что они там должны делать, вот недостаточно, как минимум, да? Что касается же самой процедуры... Ну, вы знаете, я здесь, наверное, все-таки еще несколько расширительно скажу. Вот, буквально, там, не так давно мы же, вернее, наши депутаты приняли поправки в собственные регламенты, устав региона относительно кворума. — Улегчили себе участие. — Да, и мы... Это, в общем, известный факт. Общественная палата искала отрицательное заключение по этим изменениям, потому что мы считаем, что, ну, демократические механизмы и процедуры при этом пострадали. Реально пострадали, потому что депутаты обязаны участвовать в пленарных заседаниях законодательного собрания, вообще в заседаниях законодательного собрания. — Я сейчас, можно секундочку поясню? Депутаты приняли поправки, которые касаются кворума, то есть сейчас решение считается правомочным при меньшем количестве присутствующих в зале депутатов. — Ну, то есть для принятия решения достаточно половины, ну, более половины депутатов присутствующих в зале. На наш взгляд, и мы свое заключение направляли в законодательное собрание, это снижает, скажем так, репрезентативность представленного в региональном парламенте мнения. Во-первых. А во-вторых, ну, собственно говоря, вот и приводит к ситуациям, когда учитываются не все мнения. — Ну, то есть можно сказать, что та ситуация, она как раз вот уже, это отражение этого кворума, этих поправок. — Ну, здесь технологически было несколько иначе, конечно, но вот содержательно, по сути, именно об этом мы и говорим. Потому что наше в большей степени даже там отрицательное заключение по изменениям в устав относительно кворума, оно касалось не конкретного решения, там, вот так, в уровне 50 плюс 1, оно касалось, в принципе, ситуации, когда половина депутатов может принимать там полноценные решения, якобы там за всю область. И на наш взгляд это, ну, действительно снижает, вот, как я уже сказал, репрезентативность тех мнений, которые представлены в региональном парламенте, монополизирует принятие решений. Ну, что, собственно говоря, мы наблюдали, видимо, и по голосованию во вторую четверть общественной палаты. — Тогда такой момент, не знаю, конечно, назовете, в итоге по фамилиям не назовете, а относительно кого у вас возникли вопросы, то есть вот по депутатской части? Не то, что, возможно, кого-то вы не хотели бы видеть, но кого-то считаете недостаточно компетентной для работы в общественной палате? — Ну, я бы здесь, наверное, все-таки не стал называть конкретные фамилии, потому что у меня априори всегда к людям есть кредит доверия. Я, имея определенные сомнения вместе с тем, надеюсь на то, что они, придя в общественную палату, я очень на это надеюсь и в это верю, они, наоборот, будут полноценно работать, и я в этом смысле буду очень рад ошибиться. Но мне кажется, что здесь можно говорить о принципах и о, собственно говоря, целях и задачах деятельности общественной палаты. Все-таки, в первую очередь, это должно быть представление интересов общества и общественных объединений. А, соответственно, люди, которые входят в состав общественной палаты, должны с этими общественными объединениями и с этим обществом там не просто быть как-то связаны. — То есть они как минимум должны работать? — Они должны постоянно вот этим заниматься. Я абсолютно убежден в том, что член общественной палаты должен основной объем общественной деятельности заниматься им вне стен общественной палаты. К сожалению, иногда мы имеем ситуацию, и это не только пример Кировской области, в других регионах есть и хуже, и такая же ситуация в общественной палате России, когда, собственно говоря, вся общественная деятельность члена палаты сводится к работе в стенах палаты. Пришел на заседание, позаседал, высказал мнение, ушел, и все, на этом общественная деятельность закончилась. Вот это неправильно. Принципиально большая часть общественной работы человека должна быть вне стен общественной палаты. Только тогда он может полноценно и качественно и, опять же, репрезентативно представлять интересы групп общества в общественной палате. Если же он не ведет активной общественной деятельности вне стен общественной палаты, то качество этой представительности тоже страдает. А по итогам работы этого созыва вот кого-то можете из общественников отметить, кто вот соответствовал этому определению? Ну, давайте так, мне бы все-таки пока еще не хотелось бы подводить итоги. Второй созыв работает до 25 октября, у нас срок полномочий, и мы... У нас еще достаточно много планов, которые мы собираемся сделать, реализовать, и, так скажем, в хорошем состоянии передать эстафетную палочку третьим созывам. Но, в принципе, в определенном смысле каждый может такую оценку сделать сам. Достаточно зайти на сайт общественной палаты, посмотреть так называемый рейтинг активности. Он на самом деле не рейтинг, мы не выставляем там мест, но мы просто показываем абсолютно открыто и публично степень и форму участия члена общественной палаты в ее работе. Там 14 показателей, по которым, ну, в общем, можно сделать выводы о том, по крайней мере, насколько активно в работе общественной палаты принимал человек участие. А я вас уверяю, что если человек активен в общественной деятельности, то он будет активен и в общественной палате. Это, в общем, такая прямая зависимость. И наоборот. Могу сказать, что решение по рейтингу принималось достаточно сложно. Мы принимали его как раз год назад, запустили с сентября прошлого года. Не все со мной были согласны, не все одобряли это решение, но жизнь показала, что оно действительно стимулирует. И стали лучше работать. И стали лучше работать. Я могу сказать, что степень вовлеченности членов палаты в ее работу выросла. Более того, при формировании нового созыва и список губернаторов, и список ЗАГСобраний формировался в том числе с учетом того, тех показателей, которые в этой таблице активности были. То есть, кто оценки хороших заработал. И Никита Юрьевич делал свой выбор о том, кого он выдвигал в прошлый раз и кто как участвовал. И ЗАГСобрания на это смотрел. Поэтому это сработало. Более того, я думаю, что тут, собственно говоря, там нечего скрывать. При формировании прошлого созыва на общественную половину, на 25 человек, было порядка 80 претендентов. Тогда я помню, один человек, вернее, три человека на место практически там было, даже больше. И оказался такой серьезный конкурс, такое рвение, серьезное голосование. Мне кажется, что уменьшение количества кандидатов в этом году связано в том числе с тем, что нам все-таки за три года удалось показать, что в общественной палате надо работать и заниматься, и в непростых ситуациях оказываться, и высказывать свою позицию, свое мнение. Напомню, мы только за последние два с небольшим месяца трижды давали негативный отзыв на законопроекты ЗАГСобраний. У меня, когда коллеги из других регионов смотрят наш сайт, иногда звонят и говорят, ну вы даете, чтобы мы там ЗАГСобранию негативный отзыв направили, у нас такого там представить сложно. Поэтому это требует и решительности, и ответственности, и позиции определенной. Поэтому я не переживаю по поводу того, что в этот раз меньшее количество кандидатов. Мне кажется, что это тот случай, когда количество в качество не переходит. А вас-то мы увидим в третьем созыве? Первый раз, пожалуй, я публично об этом заявлю. Нет, я не иду в третий созыв общественной палаты. Это решение было принято достаточно давно. Но у меня есть на это действительно веские, весомые мотивы и аргументы. При этом я не собираюсь полностью прекратить общественную деятельность. Более того, не собираюсь прекратить связь и взаимоотношения с общественной палатой. И я прекрасно понимаю, как с ней можно работать, я не будучи членом палаты. Но я в следующий созыв не пойду. Какие причины, если не секрет? Возможно, не конкретные, но как-то можете обрисовать ситуацию, что это занятость, нежелание работать в палате? Я думаю, что если было бы нежелание работать, то я бы и на секретаря, собственно говоря, не баллотировался, не выдвигался. Здесь есть причины личного характера, вернее, не личного, а морального, внутреннего моего. Есть причины более объективные. Должность секретаря общественной палаты предполагает достаточно серьезную занятость. У меня реально на работу в общественной палате уходит до полудня ежедневно. И это, конечно, серьезно сказывается на моей основной работе в торгово-промышленной палате. Потому что общественная палата – это общественная нагрузка. Это совершенно безвозмездная деятельность, которой я занимаюсь в силу взятых на себя обязательств. Сейчас не самая простая ситуация в экономике. Я думаю, тут никаких открытий я не совершу. И, соответственно, объем работы в торгово-промышленной палате, который связан с непосредственной работой с предприятиями, с организацией мероприятий, с проведением достаточно большого количества аналитических исследований по изменениям, которые происходят, моя занятость в общественной палате серьезно на это влияет. Во-первых. Во-вторых, не буду здесь скрывать, опять же, существует определенный конфликт интересов. Потому что интересы бизнеса, которые я должен представлять как вице-президент торгово-промышленной палаты, достаточно часто входят в противоречие с интересами общества, которые я должен представлять как секретарь общественной палаты. Как же вы справлялись все это время? Непросто. Непросто, потому что это требует серьезных усилий и, в общем, составляет действительно такой моральный внутренний конфликт. Я на некоторых совещаниях и встречах, высказывая свою позицию, меня, собственно говоря, и спрашивают, вы сейчас как секретарь общественной палаты говорите или как вице-президент торгово-промышленной? Поэтому, конечно, это действительно достаточно сложно, и здесь приходится очень много предпринимать усилий с точки зрения такой поиска решений, поиска выходов. Но, еще раз повторюсь, это не исчерпывающая причина. У меня есть причины морального внутреннего характера, которые заставляют, побуждают меня принять такое решение. Я понимаю негативные стороны моего решения, потому что не все еще, что я хотел сделать, я сделал в общественной палате. И многие люди высказали мне поддержку. И вообще большое удивление тому, что я не иду, вплоть до того, что они-то собирались в новый созыв и дали согласие, потому что надеялись, что будут работать вместе со мной. Для меня это очень важно, я очень это ценю. Я постарался с каждым даже встретиться, поговорить, объяснить. И встретил, в общем, понимание большинства. Мы, если честно, с коллегами заподозрили, у вас все равно небольшое разочарование, возможно, в эффективности работы общественной палаты. Потому что не секрет, что общественную палату в бесполезности обвиняют, мне кажется, даже чаще, чем институт уполномоченных. И то есть за все время работы вы не могли этого не замечать. То есть, возможно, есть все равно тут какая-то обида. Ну, это не то, чтобы обида. Я, собственно говоря, там, знаете, вообще обижаюсь крайне редко, потому что считаю это совершенно таким бессмысленным, бесполезным чувством. Обида только тебя самого разрушает и все. Что касается эффективности, да. Потому что я очень хорошо понял, что в отличие, например, от бизнес-среды, где, в общем, принятие решения практически напрямую связано с показателями эффективности. То есть принял решение, получил прибыль, эффективное решение. Получил убыток. То есть еще, получается, было явное такое. Неэффективное решение. Да, то есть у меня, как бы, картинка была на глазах. То есть вот здесь вот четкие параметры, да. А здесь все очень размыто и очень-очень долго. Сфера общественной деятельности – это сфера, в которой и решения принимаются, и впоследствии там изменения какие-то происходят очень долго и растянуты во времени. Конечно, я, в общем, как бы в своем возрасте, ну, мне хочется действовать и двигаться все-таки более динамично и достигать конкретных результатов, которые меня интересуют. Я старался это делать и в общественной палате, и стараюсь, но здесь есть своя специфика. Сказать, что меня постигло там какое-то разочарование – нет. Я не ухожу, потому что, вернее, не иду в следующих созывах, не потому что что-то там не получилось сделать. Но определенная мотивация связана с тем, что я считаю, что в другой сфере я смогу там большего добиться. И не только с личной точки зрения, но и с точки зрения интересов той же части общества, она, конечно, тоже присутствует. Тогда плавно перетечем в другую сферу. То есть, Вятская торгово-промышленная палата. Насколько знаю, сегодня у вас по вашему приглашению по ВТПП гостит Светлана Дроздова, директор по продажам компании West Travel. Это как-то связано с туризмом, с привлечением туристов в Кировскую область? Что это за визит? Да, ну, у нас последние несколько месяцев очень активно муссируется эта тема, и многое делается, и многое предполагается сделать относительно развития внутреннего въездного туризма. Действительно, сегодня у нас в городе представитель одного из крупнейших туроператоров России по внутреннему туризму компания West Travel, которая порядка 20 лет работает и специализируется именно на внутренних турах. Она приехала не напрямую по нашему предложению, а по приглашению одного из членов торгово-промышленной палаты. Мы поддержали этот визит. Сейчас как раз проходит презентация программ этого туроператора для наших местных компаний и агентств. И, собственно говоря, изюминкой этого визита является то, что компания заинтересована в том, чтобы в свою программу туров, которую она продает как в России, так и за рубежом, включить туры в Кирове, в Кировской области. Сейчас они рассказывают о своей программе, о своих принципах работы. После этого состоится ряд встреч, на которых будут обсуждаться возможность включения наших местных туров, местных экскурсий в общероссийскую программу, которую компания продвигает на, старюсь, международном уровне. Сейчас мы тогда прерваемся на небольшую рекламу и потом продолжим немного еще поговорим о туризме. Еще раз здравствуйте, кто только подключился. В студии Дарьи Топузлеева и мой сегодняшний гость Андрей Усенко, секретарь общественной палаты и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Мы разговариваем о туризме. Сегодня в Кирове с визитом находится Светлана Дроздова, это представитель компании West Travel. И сейчас тут поподробнее. То есть они заинтересованы в том, чтобы Кировская область появилась на карте туристической, то есть крупного оператора. Мы уже им что-то предложили? У нас есть что им предложить. Этому будет посвящена вторая половина дня. В первой половине они рассказывают нашим компаниям и агентствам о том, как они организуют свою деятельность, что они могут предложить. Потому что их интерес двунаправленный. То есть они готовы предложить нашим турагентствам те туры, которые они предлагают по всей стране. И в свою очередь включить наши туры, наши экскурсии в ту программу, которую они как раз по всей стране продают. Поэтому вот сейчас они предлагают свою программу, а во второй половине дня мы будем обсуждать и с представителями наших агентств, и с представителями правительств области, и Центра развития туризма. Это те программы, которые мы могли бы предложить. Как считаете, что можно у нас продать? Что бы привлекло туристов? Я думаю, что каких-то открытий мы пока не совершим. Это достаточно известные вещи, касающиеся в первую очередь исторического наследия. Но это начиная от динозавров, потому что их это очень заинтересовало. Но сам факт того, что в России нахождение месторождения динозавров, конечно, они бы так очень удивились. И включая и места крестного хода, потому что благодаря бренду, так скажем, бренду Великорецкого крестного хода, известных селах Великорецкого, которые достаточно с большим интересом едут, и наши кировчане, что свидетельствует статистика туроператоров и по въездному туризму. Конечно, это небольшие города. Та же самая история с нашими купцами. А момент такой, я сейчас не поняла. То есть, мы, получается, этих динозавров пиарим, пиарим, а о них все равно никто не знает? Нет, о них знают. Собственно говоря, этим и вызван интерес компании. То есть, не мы им рассказали, а они, я сейчас не знаю, где прочитали или откуда узнали, надо сказать, область в последнее время достаточно активно продвигает темы эти. Просто, когда мы с ними вели переговоры о визите, они упоминали, собственно говоря, то, что им известно, и там динозавры, и прочее. То есть, они удивлены тем, что сюда никто не ездит, не возят туда какие-то организованные. Да, да, да. То есть, то, что это только сейчас стало известно, хотя, на самом деле, там, по их мнению, ну, как они считают, это, в общем, может быть очень интересно, потому что, ну, куда еще ты съездишь, где еще вообще можно прикоснуться там к костям, что называется. Понятно. Спасибо большое. Перейдем к другому визиту. Не так давно в городе была первая замминистра образования Наталья Третьяк, и она обмолвилась, вернее, подтвердила даже, так сказать, информацию о том, что в области будет создан опорный вуз, ну, то есть, вероятнее всего, то объединение, о котором много лет уже говорили, Вятга-ГУ, Вятга-ГУ, оно все же произойдет. На ваш взгляд, благо это или нет? Как дальше будет развиваться образование в Кировской области после этого объединения? Здесь, вот, понимаете, если все сделать по уму и разумно, то все можно улучшить. Давайте не забывать, что мы в России. Совершенство, да. Ну, собственно говоря, все опасения, которые связаны с этим процессом, они в первую очередь и вызваны таким, что называется, устоявшимся стереотипом относительно того, что все реформы в России приводят к ухудшению ситуации с тем, что реформируется. Поэтому здесь, конечно, понимаете, нельзя сказать, что сам факт объединения вузов приведет к улучшению или ухудшению. Вопрос в том, как это будет сделано, какие цели при этом будут ставиться. Насколько будут учтены интересы и преподавательского состава, и студентов, и региона, и Минобра. Потому что если исходить только из интересов каких-то узких Минобра относительно, например, оптимизации финансирования, то, конечно, можно порезать по-живому, что называется, и не учитывая интересов регионов. То есть просто опуститься до сокращения элементарных. Да, да. То есть то самое отрицательное отношение к слову оптимизация, которое на самом деле предусматривает улучшение. Оптимизация – это улучшение чего-то. А в России, по крайней мере, в этой сфере реформ, оптимизация всегда ассоциируется с сокращением, уменьшением, урезанием без какого-то эффекта. С одной стороны, я понимаю, почему это происходит. Здесь надо говорить не только о сфере образования, но и о других. Потому что эти процессы, они никогда не приводят к сиюминутному результату. То есть результат у них всегда где-то в среднесрочной или отдаленной перспективе. Сейчас надо... Раньше, чем через 10 лет этого результата... Сейчас надо принять решение для того, чтобы через некоторое время увидеть результат. Ведь, например, если действительно изучать вопрос, то та же самая оптимизация здравоохранения, которая происходила в определенный период. Что касается, например, роддомов. Тоже многие были против закрытия роддомов в некоторых районах. Но если мы сейчас посмотрим на результат, когда в регионе снизилась смертность как среди рожениц, так и среди младенцев, то мы понимаем, что вот он результат налицо. Хотя тогда была масса споров и сейчас они продолжаются. Вот от того, кто и как будет проводить это объединение, и в чьих интересах, и какие основные приоритеты перед этим будут стоять. Вот от этого многое зависит. Мы в общественной палате обсуждали этот вопрос. Есть обеспокоенность относительно качества и количества подготовки, например, педагогических кадров. Потому что бытует мнение, что ВЯДГУ поглотит ВЯДГГУ, перестанет обращать внимание на подготовку педагогических кадров, область останется без учителей. Кто будет учить наших детей, да? Вот он такой, цепочка размышлений, которая многим из наших граждан в первую очередь приходит. То есть многие общественники так считают? Это первая цепочка, которая приходит нам в голову, да? Вот если мы будем понимать, что, собственно говоря, целью-то является не это, а наоборот повышение качества педагогических кадров. Ну что в этом плохого? Кто будет делать? И с какими целями и задачами? Вот в чем вопрос. А если говорить о кадрах не педагогических, а об управленцах, то есть есть в Кирове человек, который может сладиться этими двумя машинами и как раз сделать так, чтобы ни там не во вред, ни здесь не во вред? Есть ли такой менеджер в области? Или нам придется кого-то приглашать извне? Ну, тут мне, наверное, очень сложно сказать, потому что, конечно, и сам процесс будет непростым, если будет. И последующая, практически в два раза большая структура станет в управлении совсем другой. Из теории менеджмента хорошо известно, до десяти человек управляется лично, после уже требуется делегирование и дальше-дальше эти уровни управления. У меня пока нет ни оснований для сомнений, ни оснований для безграничной веры в то, что есть человек, который готов это сделать. То, что этот человек возьмет на себя огромную ответственность, вот это я понимаю, потому что реформы в Российской Федерации, это дело, ну, скажем так, заведомо неблагодарное, да? Ну да, тут кроме работы еще и достанется. Спасибо-то там, как правило, никто не скажет, потому что как раз, когда будет результат, уже никто не вспомнит, кто, собственно говоря, вначале этим занимался. Но я еще раз говорю, мы, собственно говоря, вот это отношение, эти опасения сформулировали, высказали, нас услышали, и мы надеемся, что все-таки при принятии этого решения в приоритете будут долгосрочные интересы, а не краткосрочная оптимизация бюджета. Осталось у нас 4 минутки, перейдем от одного спорного вопроса к другому, к еде. В Кирове начали искать санкционные продукты, нашли, 6 килограммов сыра литовского уже сожгли на прошлой неделе. Вы вот как представитель торгово-промышленной палаты, как тот, кто общается с предпринимателями, как оцениваете, то есть будут ли еще находить, или сейчас кировские предприниматели быстро все с пола куберут, где-то что-то, если в закромах было? Мне кажется, что кто-то, конечно, попытается рискнуть, как всегда, предпринимательство это вообще риск, кто-то будет законопослушным, кто-то уже законопослушным, собственно говоря, и торгует. Я на самом деле не вижу в этом ничего страшного, это вполне нормальный процесс государственного регулирования. Государство вводит правила, следит за их соблюдением. Каждый из предпринимателей сам для себя принимает решение о том, насколько рисковать. Поэтому не думаю, что это будет носить массовый характер, потому что все-таки год уже действия санкций привел к тому, что я думаю, что, по крайней мере, крупные и торговые сети, и оптовые компании все-таки приняли определенное решение, переориентировали поставки продукции. Ну, то есть кировские магазины уже начали перестраиваться потихоньку, наверное, уже даже не потихоньку. Я думаю, что весь год они там перестраивались, мы сами это с вами видели на полках, да, некоторые вещи, конечно, вызывали удивление, объем фруктов из Белоруссии, да, или того же сыра. Ну, собственно говоря, вот это, наверное, бесконечная игра в правила и в нарушение правил, да, то есть, что допустим. И не надо думать, что это только в России происходит. Ну, разумеется, ну вот, а вы сами, как покупатель, представляете, приходите в магазин, справа тут сыр из Литвы, слева рыба какая-нибудь из Норвегии. Вы что будете делать? Купите, пока есть, пока лежит, или побежите куда-нибудь жаловаться? Ну, я, может быть, здесь, конечно, неправильную гражданскую позицию взайму, и это мне неправильно с точки зрения секретаря общественной палатной жаловаться, я там точно не побегу. Есть государственные структуры, которые должны выполнять эти обязанности. Не мое дело разбираться, откуда сыр и кем он завезен. Собственно говоря, там у государства есть границы, в конце концов. Пусть государство на таможне наведет порядок, то, о чем мы говорим давным-давно, и мы прекрасно знаем, как через таможню там все это проходит, а потом приходится совсем с этим бороться здесь внутри. Поэтому это в компетенции государства, которое приняло это решение, пусть оно его, собственно говоря, и реализует. Я же в магазине приобрету, собственно говоря, то, что мне нужно и то, что мне нравится, но в большинстве своем это продукты кировские либо российские. Я много что иностранного пробовал и в стране, в странах пребывания и здесь, но из товаров там такого повседневного, что называется, потребления, я все-таки склоняюсь к нашей продукции. Все ясно. Это было особое мнение секретаря общественной палаты Кировской области Андрея Усенко о запрещенной еде и других темах. До встречи в следующий вторник. Спасибо, до свидания. До свидания.